Привет, дорогие друзья, дорогие зрители! Ну и чудо-комментатор мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Ене Судаковой и, конечно же, ее стриме. Вы знаете, как всегда, уважение к своим хомячкам, ну в кавычках, просто зашкаливает у Судаковой. Ну правильно, нефиг с ними церемониться. И басри на них, они все это сотрут в себя и готовы к следующей порции высера. И обязательно, главное, поставить ей лайчочек, чего хомячки и не забывают сделать. Но, ребята, обращение ее в этот раз к ним меня просто покорило. Рожи, почему вы так медленно идете на стрим? Вот здесь мне хотелось сказать, рожи, голопом по Европам, извиняюсь. Срочно подматывайтесь и бегом к Судаковой, бросайте все свои дела. И я так понимаю, что их нужно называть теперь не хомяки. Их теперь необходимо именовать именно рожами. То, что для них привычнее. Но согласитесь, если их блогер может себе позволить такое обращение, то почему я, обзорщик, должна чего-то там подбирать. Поэтому рожи все-таки в самый раз. Тем более для них, да, это слух не режет, это приемлемо. И они за это получают лайки. Поэтому я, конечно же, рассчитываю на громадное количество лайков. Но это все степ, ребята. А серьезно, конечно, в этом вся Судакова. Следующий момент, когда у нее зрители поинтересовались, подарит ли она Ириной матери кошелек. На что Судакова сказала, нет, тварь, не подарю. Но, опять-таки, пробито очередное дно. Вы знаете, вообще словарный запас элочки-людоедочки, мне кажется, у Судаковой не пополнится никогда. Если выкинуть все матерные слова, которые она знает, жара-жара, которую она усвоила, и айран, слов останется вообще до неприличия мало. Поэтому, по ходу, все матые вот эти твари, рожи идут, конечно же, в ход. Хоть как-то обогатить свой скудный словарный запас. Но да ладно, если без стеба, ребят, ну какие могут быть подарки от человека, который убог и ничтожен душой? То есть, нет вот этой широты души, нет этой искренности. Если человек экономит на себе, если человек экономит на своей родне, если человек не совершает никогда ничего доброго, то о каких подарках может идти речь? Это не в случае с Судаковой. Хотя, по факту, я считаю, что кошелек все-таки мамке Ирины она могла прикупить. Почему? Ну, потому что, скажем так, Ирина тот человек, который действительно ей помог, который протянул руку помощи, во-первых, помогал, да, упаковывать эти бесконечные сумки, потом их тянула, потом, да, помогла их перевезти в Турцию, разобрать. Ну и так, согласитесь, ребят, как шустрит перед ней Ира, ни один человек шустрить не будет. Ну, как бы, когда ты едешь на отдых, ты едешь на отдых. А какой тут отдых, если ты себя превратил в друзья? Это не пройти, да, огонь, воду и медные трубы, испытание славой, богатством, да, успехом, а именно критерий отбора, наличия или отсутствия нижнего белья. Не носишь труселя, все, ты Судаковой друг. Следующий момент, конечно же, как она показывает всю свою красоту. Ребят, ну это действительно мерзко. Фу, когда она показывает, я не знаю, свой разрез между грудью, мне реально начинает тошнить. Вот реально, просто фу настолько безобразно. Но Судакова считает, что она очень красивая женщина. Все это выглядит эстетично и гармонично. Может быть, я не знаю, она считает, что она действительно эротичная или какая-то сексуальная женщина, вамп типа. Но выглядит, ребят, действительно удручающе это все. И здесь Судакова сказала, опять-таки, что красивым женщинам одежда не нужна. Ну, может быть, им она и не нужна. Но, Инна, если ты таковой себя считаешь, мой тебе совет, начни продавать свой василек оптом. И при этом вот ходи в этом полотенце, дармовом, который тебе достался вместе с квартирой. Вот в этом полотенце и ходи по просторам Турции. Зачем тебе вообще одежда, если ты красивая девочка? Пусть и видят красоту воучу, такая, какая она есть. Дальше, конечно же, Судакова сказала, не позорьтесь, поставьте лайк. Мне стало смешно, хотелось сказать, Инна, тебе что ли его ставить? За что? За твои вываленные телеса? Ну, да ладно, это не самое смешное. Судакова дальше рассказала глобальнее. Она сказала девочке по теме, которая написала, что Судакова ужасно себя ведет. Судакова, конечно, ответила, вы смотрите на молодую, красивую, богатую, успешную девку. Вот здесь мне стало смешно, и мне хотелось спросить, Инна, это ты о ком? Вообще покажи ее, вообще о ком речь? Вот покажи мне богатую, молодую, красивую, успешную девку. Хочется ее воочию пронаблюдать, которая через 10 минут идет на море. И это она укорила женщину и предъявила ей, да, что пока мы штопаем носки с трусами своим мужьям, отправляем своих детей в школу, двоечников, и ужасно живем. И приходим к Судаковой на канал, посмотреть на вот эту истинную богатую красоту. При этом, конечно же, мы завидуем ей и ее квартире в Турции, потому что сделали в свое время неправильный выбор. Во-первых, хочется сказать, Судакова, расслабься. Удел, штопать носки и трусы – это твой, это твой уровень. Чего можно ожидать больше от человека, который собирает полиэтилен у себя и складывает его в шкафчик стопочками? Это раз. Второе, что можно ожидать от человека, который до сих пор пользуется чужими вонючими полотенцами, которые шли в комплекте с квартирой в подарок. Ребята, вот согласитесь, какой бы нормальный человек с чужого плеча взял это полотенце и им пользовался. А вдруг, я не знаю, им пол вытирали? А может быть, я не знаю, в нем там какие-то интимные места подтирали? И тот человек, который ранее признался, что не носит нижнего белья, вот эта богатая, успешная, которая литрами заливает в себя айран, потому что это дешево и сердито, а рассказывает о каком-то богатстве и успехе. И опять-таки, Инна, это у тебя одни трусы на все случаи жизни, на праздники и на будние дни. А нормальные люди нижнее белье выкидывают и покупают каждый раз новое и свежее. И когда она рассказывает за зависть, ребят, здесь я в них просто все-таки кажется, она проговорила всю реально свою боль. Потому что понятно, что Судакова смотрит на своих друзей, кстати, нормальных людей, у которых есть семьи, у которых есть дети, у которых все хорошо, хорошее отношение в семье. И гложет ее, знаете, где-то вот этот червячок, почему же у нее не так? Ну и опять-таки, конечно же, все, кто говорят плохо в ее адрес, завидуют ее именно успеху. И я смотрю и думаю, блин, вот реально это успех, ребят. Я никогда не знала, что именно успех выглядит вот так вот в лице именно Инны Судаковой. Но опять-таки, вы знаете, только хомяки могут это поддержать, потому что нормальные люди все уже давным-давно понимают, что она несчастна, она одинока, брошена и никому по факту не нужна. Ведь, согласитесь, если она не нужна даже своим родным и близким, что можно говорить о чужих людях? И опять-таки, вы знаете, если бы она не была такой склочной, агрессивной и злой, может быть, какой-то бы мужчина и нашелся. А так смотрят на эту пошлость, на эту развратку, вот эту разнузданность какую-то. И у никакого нормального мужика никогда не возникнет желания связать с ней свою жизнь или строить отношения. И опять-таки, засирая кого-то и крича, что ты успешна только из-за того, что ты купила квартиру в Турции, ребят, ну даже не смешно. Ну простите, ну вот реально не смешно. Я, во-первых, хочу сказать следующее. Богатые люди, умные люди инвестируют деньги в недвижимость, которая приносит прибыль, которая может себя окупить и дать возможность заработать. У Судакова это совершенно не то вложение, которое может себя окупить и принести какие-то дивиденды. И вы меня простите, горбатится, да, и для того, чтобы купить эту квартиру и после этого сутками пить этот Айран, я не знаю, во-первых, какой желудок может выдержать эту нагрузку, но в случае с Судаковой нормально. Но я не вижу ни успеха, ни богатства. Не видела вот таких успешных, богатых людей, которые бегают все по акции, покупают, считают каждую копейку и рассказывают, что в Турции кульки стоят дешевле, чем в России. И вообще я уже считаю, что с Судаковой нужно открывать бизнес. То есть пхнуть свои вина с пятерочки вместе с колбасой, там, что она еще конфетами припхнула. А с Турцией везти, конечно же, на Россию необходимо именно кульки, раз это дешево. Причем уже какими-то вагонными нормами для того, чтобы Судакова могла заработать. Но вообще, ребята, мерзко, абсолютно мерзко. И следующее, что хочется добавить, мне кажется, что все-таки Судаковой перед каждым прямым эфиром необходимо принимать успокоительное. Оно ей просто жизненно важно. Потому что все-таки скоро от своей вот этой агрессии, злобы и ненависти у нее кукухи разъедутся окончательно. Был также интересный вопрос, где делась Милана? На что Судакова сказала, идите и спросите у нее. Мне стало смешно, хотелось спросить, Инна, почему же ты ее не загадила? Как ты умеешь? Я думаю, что Инночка все-таки Миланку боится. Не так Миланку, как ее братьев. Понимаешь, что может прилететь, если братья ее где-нибудь под подъездом перестрянут. Поэтому относительно Миланы она себя ведет достаточно корректно. Ну и опять-таки все дизлайки, конечно же, Судакова на стриме обосновала именно завистью. Да, вот сидят все люди, у которых в жизни все хорошо и думают, кому бы мне позавидовать. Блин, опущусь я до такого дна, как Судакова, пойду сегодня ей позавидую, вот этой всей грязи, которую она вываливает, а потом вернусь в свою хорошую, счастливую, самодостаточную жизнь. Ну вот так, ребята, как-то это все выглядит для меня. Ну а на сегодня я все сказала, продолжение следует. Пока, до новых встреч.